Да, на самом деле, очень хочется домой, я очень хочу в России, потому что это мой дом, я скучаю, но только из-за одного человека не могу поехать, только из-за Путина, только из-за одного человека не могу туда поехать. Ощущение, что у меня друзья на крутую тусовку позвали, на него мой бывший приперся, сейчас сидишь и думаешь, ну вроде все свои, но один ебан есть, а он же псих. Я приеду, он начнет орать, ты меня предала, ты изменится. Путин один в один как бывший сейчас себя ведет, который что-то сториз твои мониторит, до чего бы докопаться. Он ведет себя как бывший, который очень отношения хочет вернуть, который в прошлое вспоминает постоянно, который такой, помнишь, как раньше круто было? Помнишь, как вместе в парке гуляли? Помнишь, как роллы вместе заказывали? Помнишь, как Рюрика княжить позвали? Славянин же тоже был, ты в курсе вообще? Я понимаю, почему местные так остро на меня реагируют, потому что мне ебало как будто бы с иконы русской православной, я их прекрасно понимаю, это прям очень сильно триггерит. Я вообще люблю иконы, на самом деле, меня в детстве часто в церковь водили, я обожал смотреть иконы. Вы замечали, что все святые на иконах очень грустные? Вы замечали? Вы никогда не замечали, почему все святые на иконах очень грустные? Нет, все такие, нет ни одного хотя бы, хотя бы одного святого, который хотя бы просто типа, нет, просто все очень, как будто они знают, что все это пи***шь, и бога нет. Они очень грустные и поникшие, все на иконах очень грустные, кроме чертей, замечали? Черти на иконах прям счастливые, все черти на иконах такие. У них прям отличное настроение. Я в Грузии, Грузия вообще потрясающая страна, здесь очень клевые люди. Что мне нравится в людях здесь, что даже если они тебя ненавидят, они все равно продолжают оставаться гостеприимными людьми. Вот такой был? Я как-то ехал в такси, и таксист бесился из-за того, что я сюда приехал, а потом бесился из-за того, что я тут ничего не посмотрел. Он такой, ты вот на б***ь сюда приехал, у тебя своя страна, у меня моя страна, у нас вот кокетия есть. Ты был в кокетии? В смысле не был, б***ь, в кокетии. Давай, что за... Давай я отвезу тебя, и мы поехали в кокетию. Просто х***, это вот, это лучшие люди. Еще! Последние несколько месяцев у меня много с мамой разговоров. У вас, наверное, тоже с родителями бывали эти тяжелые разговоры, связанные с войной, со всем происходящим. И каждый раз это очень тяжело, потому что у меня ощущение, что я родитель вот этого подростка в бунтарском периоде. Потому что наши разговоры выглядят примерно так. Я сажусь перед ней такая... Мам, по-моему, тебе не стоит любить этого мальчика. Ты стала какой-то неадекватной. Начала поддерживать насилие, с тобой что-то не так. Она такая, нет, ты не понимаешь, он хутой. У него ракеты. Убегает все в комнату, запирается, постерами все обклеила, музыку его слушает. Я говорю, ну посмотри на других мальчиков, есть же хорошие. Вот Леша, Леша, хороший мальчик, посмотри на Лешу из интеллигентной семьи, хороший мальчик. Она такая... Блин, ты что вообще, он же сидит. Я как-то еще до войны поссорился с репетитором по-английскому из-за Путина. Потому что он любит Путина, а я просто пи***ец, как люблю Путина. Ему ссорились, кто любит его больше, этого клевого парня. Ладно. Мы поссорились из-за разных взглядов на политику. Я, естественно, против власти и все остальное. Мы начали говорить про Навального. Он такой, да Навальный, ты вообще дурак. Я говорю, нет, а по-моему, ну вот человек приехал и сел в тюрьму ради своих принципов. По-моему, это хороший человек. А он говорит, нет, он сел в тюрьму, потому что ему Запад обещал деньги. Если он сядет, он будет обеспечивать семью. Он сел в тюрьму не ради взглядов, он сел ради семьи. Я говорю, то есть все равно хороший человек. Еще многие сейчас говорят, что Россия возвращается в 90-е. Это очень плохо. Я это очень боюсь. Но не из-за нищеты, а потому что после, по хронологии, после 90-х снова Путин. Бл***ь, я не хочу еще раз, чтобы мы попали в это колесо. Теперь вы понимаете, как она старается говорить по-русски. А она нормально разговаривает. Вот, делаем контент для наших любимых подписчиков. Вот комментарий. Илья сбегает от реальности и тревоги в холодильник, судя по жижному ебалу. Наши любимые люди, ради которых мы стараемся и делаем. Субтитры создавал DimaTorzok